МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прежде чем обсуждать, что делать, надо понять, что происходит и из-за чего. Только где-то две трети населения и России, да и планеты в целом достаточно внятно понимают роль человека. Что роль человека за последние 50 лет и на 21 век в целом действительно главная. Что это гораздо сильнее естественных факторов изменения климата. Да. Первейшая задача, чтобы, во-первых, понимали все. Во-вторых, чтобы это было в школьных учебниках. А в школьных учебниках этого пока нет. И тут важно понимать довольно много тонкостей и деталей. Например, все говорят о глобальном повышении температуры. Да. И то, что, скажем, в России она в 2,5 раза быстрее и больше. По всему миру больше градусов, в России больше 2,5 градусов. Это звучит все время у нас и президент об этом говорил, и министр природных ресурсов и экологии. Но страдаем-то мы, и ущерб наносит не средняя температура, а нас родни средней температурой по больнице. А число и сила, а главное сила опасных явлений. А вот это растет. И вот это самое главное. И тут важнейший момент для понимания, что мы не сколько сдвинули климат, сколько раскачали. Вот климатическую систему Земли сдвинуть очень сложно. Она очень большая и тяжелая. А раскачать человеку под силу. Поэтому она качается гораздо сильнее. То есть у нас как бы естественные вариации климата, естественные явления стали сильнее. Стали сильнее где-то чаще, где-то просто сильнее. И, собственно говоря, это по нам и бьет. Где-то наводнения чаще, где-то засухи, где-то просто перепады погоды с разницей температур 20, а то и 30, а то и больше градусов. Так? Вот такая ситуация. То есть и очень важно понять, что и дальше нас ожидает не более теплый климат, а скорее более нервный климат. Какие изменения климата сейчас происходят в России? Если посмотреть на мир в целом, так, то опять же температура, конечно, угрожает. Но в основном южным областям, южным странам, регионам, Краснодарскому краю. Да. То есть так называемые волны жары. Не случайно, если мы откроем национальный план адаптации России к изменениям климата, там немножко говорится про положительные эффекты, и очень много про негативные эффекты. Первый негативный эффект какой? Воздействие на здоровье населения. Именно здоровье. И вот эти волны жары – это скорее медицинское понятие. Сейчас они действительно беда для Краснодарского края, может быть, еще для некоторых самых южных регионов. Но по прогнозу Главной геофизической обсерватории, это наш главный климатический центр в Санкт-Петербурге, к второй половине века, к середине века, вот эта беда настигнет большую часть и той России, в том числе и юг Красноярского края. И дальше это будет развиваться сильнее и сильнее. Особенно, если все человечество не сможет снизить выбросы парниковых газов, то, как оно сейчас обещает, то, как сейчас крупнейшие страны обещают это сделать. А это означает, что наш как бы северный человек, и мы сами, люди гораздо более северные, чем южные, будем этому подвержены. Это, в общем, конечно, плохо. Если же говорить о ми и в целом, то дефицит пресной воды. Вот это то, что угрожает больше всего. И по худшим вариантам развития событий, к концу века, этот дефицит могут угрожать третье население планеты. Это очень много. Это больше трех миллиардов человек. Да, опять же, Россия тут в несколько лучшем положении. То есть дефицит пресной воды для нас будет актуален только Ставропольский край, Нижняя Поволжья. Ни в коем случае не Сибирь, не Красноярский край, где воды будет только больше и больше. Больше осадков, больше воды и в Арктике, и на севере России. Но мы же живем на одной и той же планете. И поэтому, если третье население планеты будет откровенно плохо, а вода – это и здоровье, и сельское хозяйство, и продовольствие, то, конечно, и мы не окажемся в стороне от этих проблем. А значит, и нам надо присоединиться ко всем странам. Мы уже присоединились к Парижскому соглашению. А теперь надо присоединяться к постепенному движению к так называемой углеродной нейтральности, которую достичь хорошо в 50-е и 60-е годы. А что это такое? Снизить выбросы раз в пять, а остаток компенсировать за счет посадки лесов. Я говорю несколько упрощенно, но это вполне нам по силам. Какая сейчас основная задача по сохранению климата стоит перед человечеством? Основная задача – это постепенный, то есть неболезненный, но неуклонный переход на зеленую энергетику. То есть уход от угля, затем от нефтепродуктов, а потом в перспективе даже от газа. Тут разные временные масштабы. То есть уголь первым попадает под снижение спроса. Посмотрите, что говорят финансисты, что говорят Сбербанк, ВТБ, что инвестиции в угольную отрасль уже падают по всему миру. И очень сильно падают, потому что у него долгосрочного будущего почти что нет. Нефтепродукты – следующий вопрос. Но они сильно зависят от технологий электротранспорта. Потому что нефтепродукты – это в основном, конечно, транспорт. Ну а газ – самое чистое из этих топлив. Поэтому, конечно, газ будет использоваться гораздо дольше, чем они. Но в конце концов и от газа человечество будет уходить, скорее всего, в сторону солнца и ветра, прежде всего. Потому что опыт показывает, что большая гидроэнергетика во многом исчерпала свои ресурсы, во многом вредит природа. Огромные водохранилища там, где их никогда не было. Атомная энергетика элементарно проигрывает по деньгам, а термояд не виден даже за дальним горизонтом. Поэтому остается уповать на солнце и ветер. Работают ли над улучшением технологий солнечной и ветровой энергетики? Да, конечно, и очень хорошо, что это понимается и правительством России, и Министерством энергетики. Есть программа поддержки возобновляемой энергетики. Она, с одной стороны, игрушечная. Она очень маленькая по объемам. Там буквально 6 гигаватт установленной мощности к 2024 году. Это очень мало. Но она нацелена, чтобы у нас были технологии. То есть она не для того, чтобы производить энергию, а чтобы мы не стали отстающими, как мы когда-то отстали в компьютерах, потом мы отстали в больших турбинах для ТЭЦ, чтобы мы не отстали в возобновляемой энергетике. А у нас есть научный потенциал, чтобы не отстать. Прежде всего, по солнечной энергетике, в меньшей степени по метровой. И тут нужно быть обязательно на гребне технологической волны. Потому что, конечно, в нашей стране равенство цены энергии, производимой на ископаемом топливе, и на производимой электроэнергии, и солнце, и ветра, наступит позже, чем в других странах. Почему? У нас элементарно много ГЭС уже построенных. У нас просто дешевый газ, в отличие, скажем, от Китая. То есть вот этот паритет, он в Китае наступит, может быть, в ближайшие годы. А у нас, скорее всего, лет через 10-15, а то, может быть, и 20. То есть, конечно, мы на ВИЭ будем переходить позже других. Но это не должно означать, что мы должны отстать технологии. Возможно ли спасти климат Земли от кардинальных изменений? Или процесс уже необратим? Назад откатить нельзя. Назад откатить нельзя. Ну, я имею в виду в обозримой перспективе. То, что тот СО2, который человек, сжигаясь, копая топливо, выбрасывает в атмосферу, а изотопный анализ точно показывает, что это именно из-за этого, именно из-за этого, на 80-90%, конечно, не на 100%. Так? Он никак не разлагается в атмосфере. Скажем, другой парниковый газ, с гораздо большим парниковым эффектом, метан, но он разлагается в атмосфере довольно быстро. А СО2 может быть только поглощено. Может быть, поглощено лесами. Но, понимаете, емкость лесов не бесконечна. Может быть, поглощено океаном. И вот тут емкость, конечно, бесконечна. Конечно, безусловно. И в конце концов, эта молекула углерода из угля или нефти пропутешествует по длинному кругу и окажется на дне океана в виде скелетика отмерзшего морского организма. И наши далекие потомки сделают мраморные ступени, может быть, из него. Так? Но океан не успевает поглотить. Не успевает. Это уже измерено. Это понятно. А значит, как бы назад вернуться в климат, скажем, начала 20 века уже невозможно. Можно только остановить изменения на более-менее приемлемом уровне. Вот главная геофизическая обсерватория считает два сценария. Умеенный, когда температура глобальная на 2,5 градуса повысится примерно, а дальше уже не будет повышаться. Стабилизируется. Так? И максимальный 4,5 градусов повышения температуры. Разница кардинальная, особенно во второй половине века, кардинальная по лесным пожарам, по сельскому хозяйству, по всевозможным опасным явлениям, по воздействию на здоровье, по вероятности появления всевозможных так называемых новых или южных вредителей и болезней. В Красноярском крае уже же есть уссуийский типограф. Он же пришел сюда из Приморского края. Его же здесь не было. А вред уже сейчас есть. То есть это не что-то гипотетическое. Это совершеннейшая реальность сегодняшнего дня. И тут очень важно удержаться вот на этих хотя бы 2,5 градусов. Лучше 2, как записано в Парижском соглашении. К чему приведет таяние льдов в Арктике? Арктика тает. Только надо понимать, что это очень емкое слово. Температура там повышается в 4 раза быстрее, чем по земному шару. И, грубо говоря, почти в 2 раза быстрее, чем в России. При этом Арктика сама, как бы никто в этом не виноват. Просто есть обратные связи. Вот представьте себе, более теплая вода, чуть-чуть более теплая вода поступает из Атлантики. Уже больше открытой воды. Как только вместо льда открытая вода, она не отражает солнечный свет, как лед. А она поглощает почти полностью. Становится теплей. Соответственно, льда еще меньше становится. Еще теплей. Обратная связь. То же самое. Больше открытой воды, больше испоения. Как бы оно ни было слабого в Арктике, оно больше. Больше облаков. Облака защищают от выхолаживания. То есть еще теплей. И этот процесс, конечно, будет продолжаться. Но процесс очень неравномерный. Вот, скажем, западная часть Арктики, в силу физических причин, ото льда освобождается очень быстро. Возить грузы там можно будет и сейчас уже гораздо легче, и можно будет гораздо легче. Однозначно. Это так. А вот восточный сектор Арктики совсем другое дело. Льдов там и сейчас еще много, и будет очень много. И говорить о свободной навигации или коммерческой навигации еще очень рано. Конечно, наш газ пойдет через восточный сектор, из Наильска, те или иные. То есть из России в Азию возить через восточный сектор, конечно, будут. Для этого ледоколы строят шириной 30-32 метра, 34 метра. А вот коммерческий трафик из Европы в Китай и обратно, это дело очень отдаленного будущего. Это дело будущего, например, через 40 лет или через 50. Для природы это объективно хуже, безусловно. Да, ни белый медведь, ни морж, ни северный олень впрямую от температуры не страдают более теплым. Но есть всяческие явления, скажем, на таймы реки стали вскрываться раньше. И теперь те или иные стада дикого северного оленя, у них получается, что раньше новорожденные оленята, ну почти новорожденные, они переходили по льду. А теперь они переплывают. Какие-то тонут, какие-то вознеможения выбираются на берег и умирают на берегу, или становятся легкой добычей волков, собак. Очень негативный фактор. Вот такое как бы косвенное, но явление. Можно его как-то превозмочь? Наверное, конечно, можно. Можно и оленят спасать, можно и как-то заставлять оленей менять пути миграции. А потом, наверное, у них включится генетическая память, как они назовеют, и они их будут уже идти сами, не надо будет их заставлять. То есть решить проблемы Арктики можно, но нужно прикладывать голову и в течение очень-очень многих лет. Часто спрашивают, а если воды больше, льда меньше, значит, уровень Мирового океана поднимается. Это, конечно, так. К концу века уровень Мирового океана в тропиках, в тех или иных областях, скажем, Тихого океана, поднимется метра на полтора. И это уже крайне плохо для тех или иных островных государств, в частности, такого государства Каибати. Вот уже понятно, что его не будет. Вот точно что затопит. Просто из-за инерции всех процессов. Что касается наших, северных маей, то там все гораздо в меньших количествах. То есть это где-то 50 сантиметров, может быть, к концу века. И, конечно, для большей основной доли инфраструктуры, арктической, северной инфраструктуры, это совсем мало. Надо только понимать, что это в 21 веке мало. А в 22 веке уже дается прогноз, может быть, 3 метра, а худшего прогноза 10 метров. Конечно, не всемирный потоп. Не те глупости, которые иногда говорят с экрана, что там Лондон вот так затоплен. Это просто компьютерные картинки, под ними ничего нет. Но согласитесь, 10 метров, да? И как спасать Венецию? А что делать с Санкт-Петербургом? Построить дамбу побольше? Или перенести все на Пулковские высоты? Понятно, это вопрос не нам, а нашим довольно далеким потомкам. Но надо понимать, что вопрос-то серьезный. Лучше задумываться уже сейчас. Потому что от того, сколько будет метров в 22 веке, это зависит от того, какой будет энергетика в 21 веке.